Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник – заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Здравствуйте, Павел Анатольевич! Здравствуйте! Давайте начнем с того, что подведем итоги первой декады мая. И если получится, спрогнозируем ситуацию в преддверии лета. Итак, что показали первые майские дни? Они же выходные и праздничные. Если говорить о майских днях и праздниках исключительно, то, конечно, статистика не сильно радостная. За первую декаду мая, с 1 по 10 мая, в том числе в Тверской области, вошли же и праздники майские, да, у нас на дороге Тверской области произошло 47 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и получили ранения 69 человек. Да, статистика, конечно, не веселая. Она обычно именно такая в празднике? Или этот год какой-то наблюдается всплеск? Да, это, скорее всего, правило, потому что проводили мы анализ аварийности за последние 5 лет, начиная с 2016 года, да, в 2020 включительно. И, в принципе, кривая аварийности, она выглядит, примерно, так. Происходит всплеск весенние месяцы, да, с постепенным подъемом в летние месяцы, и потом постепенный спад осенью. И это вот, ну, практически под копирку каждый год. Это потому что машин становится больше? Теплеет люди, выходят на улицы или как? Куда-то едут? Причины, конечно, устанавливаются, да, и одна из причин – это то, что все-таки большую роль играет переход с зимнего стиля вождения на летний стиль вождения. Это тот самый стиль, о котором мы постоянно говорим. И наоборот, в том числе, да, там, когда люди, наоборот, с летнего времени переходят на зимний, тоже происходит некоторый всплеск. О чем мы говорим? Естественно, когда дороги становятся хорошими и сухими, возрастают скорости движения, да, соответственно, и трафик увеличивается, потому что наш регион все-таки, он как ни крути, он курортно привлекательный, да, плюс он имеет такое транзитное географическое расположение. То есть едут к нам и из Москвы, и из Питера, отовсюду. Совершенно верно, да. И чем больше автомобили передвигаются, тем больше вероятность совершения ДТП все-таки. Да, это первое. Это второй момент. Не все водители выбирают скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям. Мы говорим даже, если мы говорим даже о теплом времени года, да, то на конкретных участках дорог надо выбирать скорость, вот примем именно к этому участку дорог. Например, даже если говорить о нашей скоростной трассе М11 Нева, да, она вроде бы скоростная, хорошая дорога, да, но она все равно рассчитана под определенную скорость движения. Если там написано, что на участках там скорость движения 120 км в час, а люди едут 150-170, понятно, что это тоже сопряжено с определенной опасностью. Не то, что с определенной, а прям с серьезной опасностью, да. Ну вот, Павел Анатольевич, вы говорите, вот, выбирать скорость соответствующей движения, но ведь есть же соответствующие знаки на дороге, которые указывают, да, какая скорость здесь допустима. Ну, естественно, но если вернуться к правосознанию наших водителей, к сожалению, к сожалению, не сильно оно и высокое, да, поэтому люди не всегда соблюдают правила дорожного движения в части соблюдения скоростного режима. Это в том числе и, конечно, из-за того, что не сильно серьезные штрафные санкции, да, скажем так, что при превышении скорости на 20 км в час штраф 500 рублей, то есть если оплатить его заранее, то 250 рублей – это для многих, это несерьезное финансовое обременение. Но здесь, конечно, мы больше говорим даже не о финансовой составляющей, а то, чем оборачиваются эти нарушения. Конечно, конечно, это должно быть у человека в голове, то есть он должен понимать, что какую это опасность несет это вот и нарушение, и превышение скорости в том числе. Но все-таки, вот я уверен, и статистика показывает, что в большинстве случаев все-таки сопутствующие причины всех ДТП – это все-таки превышение скорости движения. Потому что сама причина, может быть, несоблюдение дистанции, несоблюдение чередности проезда, бокового интервала несоблюдения, но при этом все равно скорость влияет. Когда у нас скорость соответствует дорожным условиям, у нас больше времени на принятие правильного решения. Это бесспорно, то есть это показывает практика. То есть вот все эти знаки, еще раз напомним водителям, которые установлены предельно допустимой скорость, все они же не просто, да, вот так вот с потолка взяты. Это же все, как мы говорим, каждое правило дорожного движения написано кровью. Естественно, естественно. Если говорить, например, даже уйти от федеральных дорог, которые у нас более безопасны, там встречные потоки разделены, там ограждения ограничительные стоят. Если перейти к региональным дорогам, которых у нас очень много в Тверской области, то там такого сделать невозможно. И там вот эти вот знаки, которые установлены, они играют вообще ключевую роль. То есть знаки устанавливаются с учетом аварийности. Это вот эти вот все места установки знаков и других технических средств, они изучаются максимально. И поэтому они не просто так, что захотелось, мы поставили знак там или что-то еще другое, какое-то техническое средство. И тем более, что здесь, если учитывать погодные условия, одно дело двигаться в сухую погоду, здесь последствия одни. А когда прошел дождь и влажный асфальт, здесь последствия совсем другие. Конечно, при прочих идеальных условиях, например, возьмем пример, автомобиль движется по кривой, да, с одинаковой скоростью. Но в одном случае асфальт сухой, в другом случае асфальт мокрый. Естественно, что последствия, когда могут наступить более серьезно, когда мокрый асфальт, может пройти снос, либо занос автомобиля, и там может быть либо выезд на пост встречное движение, либо опрокидывание или съезд кювет. То есть механизмы ДТП тоже они изучаются, и поэтому вот на таких участках именно устанавливаются знаки и другие средства безопасности. Значит, сегодня мы еще раз, Павел Анатольевич, предупреждаем водителей быть предельно внимательными именно к скорости движения. Скорость надо выбирать вот с учетом многих условий, то есть метеорологических условий, интенсивности движения, состояние проезжей части, даже, может быть, наличие детей в автомобиле. То есть это тоже играет важную роль. Поэтому, если учесть все эти факторы, то мы сможем максимально снизить риски ДТП. Если говорить о конкретных примерах вот именно аварии первой декады мая, что мы можем сказать здесь? Ну, во-первых, еще если продолжить тему летних теплых дней, летних весенних месяцев, то еще у нас добавляется к участникам дорожного движения мотоциклисты и велосипедисты. Вот это да. И стало быть, у нас вот в мае это не стало исключением, и вот за эти вот 10 дней у нас прошло 7 ДТП с участием мотоциклистов. К счастью, конечно, никто не погиб, но люди пострадали. Это тоже та категория участников, на которых следует обращать внимание. Причем и водителям автомобилей, и самим мотоциклистам надо тоже набираться опыта и понимать, как себя вести на дороге. Эти аварии по вине мотоциклистов или нет? И так, и так. И то, и другое присутствует. Но вот тенденция все-таки сейчас появилась больше формально, возможно, вина водителя. Но это надо рассматривать в комплексе, потому что мы же понимаем, что мотоцикл – это такое средство, оно очень скоростное и негабаритное, то есть и своевременное, не всегда, может быть, замечено водителем. И вот этот сам мотоциклист тоже должен понимать. То есть, во-первых, он должен как себя обозначить там, во-вторых, и защитить, то есть использовать шлем и экипировку обязательно и однозначно. Но, кстати, более дисциплинированы стали, вот на ваш взгляд, мотоциклисты, потому что говорим об этом уже много лет. Вы знаете, они стали более дисциплинированы, наверное, из-за того, что возраст людей, которые стали садиться на мотоцикл, он немножко возрос. То есть люди стали уже в таком сознательном возрасте садиться на мотоцикл. То есть, ну, там из разных причин, да, вероятно, там финансовая возможность появилась, свобода какой-то захотел, все-таки мотоцикл – это он сильно отличается от автомобиля, и ощущения другие предоставляют. Да, и вот эти люди, они все-таки себя уже понимают уровень опасности и стараются себя и других обезопасить. Нет такой уже мальчишеской бравады, да, когда подросток садится за мопед или мотоцикл. Да, с другой же стороны, на территориях вот сельских поселений, да, за городом, да, очень много подростков выезжает на мотоцикл, причем они зачастую не зарегистрированы там, и вот тогда вот происходят тоже всякие неприятные ситуации. Причем много кто не использует шлемы за пределами города. А ведь это же, как показывает практика, защита головы, это произойти-то может всякое падение с велосипеда даже, может обернуться смертью человека. Конечно, если перейти вот конкретно к примеру ДТП, то у нас небольшой всплеск еще произошел немножко раньше майских праздников, это была где-то середина апреля. Это вот… Первое потепление, да? Да, когда первое потепление, когда как раз все выехали, да, немножко расслабились, и вот если взять статистику тех дней, то там у нас получилось за четыре выходных дня шесть погибших. Причем, если проиллюстрировать, то у нас из этих шести погибших три случая были, когда люди не использовали либо шлем, либо ремни безопасности. То есть половина людей могли бы остаться в живых. Ну, вроде бы элементарные вещи, да? Элементарные вещи, абсолютно точно. И если говорить в целом о ремнях безопасности, то вот по примеру ДТП, тоже за эти майские праздники, тоже у нас произошло ДТП в Бельском районе, погиб пассажир автомобиля, который был не пристегнут. Причем остальные, кто находился в автомобиле, они остались живы и там получили несерьезные ранения. То есть все-таки статистика за ремни. Много раз мы уже про это говорили, да? И поэтому все-таки надо это использовать. И приводили такие вот примеры уже, даже математические выкладки, да? Почему это нужно? Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Сегодня совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Павел Анатольевич, а перед перерывом мы говорили с вами, начали говорить о необходимости ремней безопасности и шлемов для мотоциклистов, что это реально спасает жизнь. Также мы говорим о детских удерживающих устройствах уже много лет, и все равно находятся водители, которые не прислушиваются к рекомендациям, фактически нарушают закон. Давайте, наверное, продолжим про ремни безопасности немножко. У нас получается, что в принципе само неиспользование ремней безопасности не является причиной ДТП, а является сопутствующей причиной. То есть изначально причиной было, как мы уже говорили, может быть, превышение скорости движения, несовлюдение дистанции, но вот это неиспользование средств пассивной безопасности ремней и шлемов, оно напрямую влияет на тяжесть последствий, как мы уже говорили. То есть мы понимаем, что наибольшая тяжесть последствий у нас происходит при столкновениях, особенно при лобовых, при съездах с дороги и прокидываниях. И вот по механизму совершения ДТП, если происходит опрокидывание, зачастую, если водитель не использует ремень безопасности, то он вылетает из салона автомобиля, и затем просто этим автомобилем он оказывается придавленным и, соответственно, погибает. Если говорить о мотоциклистах, которые не используют шлем, тут это очевидно, да, как у нас говорил один герой одного известного фильма, голова предмет темный, исследованию не подлежит, поэтому надо ее все-таки защищать максимально. Если говорить о статистике, например, я тут перед передачей посмотрел не майские праздники, а именно с начала года статистику ДТП, и у нас получается из общего массива погибших с начала года, с 1 января по настоящий день, более половины погибших в случаях с погибшими зафиксированы случаи неприменения ремней безопасности. То есть 54% случаев с погибшими выявлены нарушения правил применения ремней безопасности. То есть это о чем-то говорит. И, в принципе, это происходит такая же ситуация ежегодно, но во многом люди почему-то все равно это никак не учатся, да? Вот кажется, вот почему? Вот почему? Это сложно сделать это движение или какие-то принципы у человека? Более того, да, я всегда говорю, это же сделать несложно, там все придумывают какие-то... Да вот оно, одно движение, и ты как-то обезопасишь себя. Все придумывают какие-то отговорки, что ремень мешает, но это именно отговорка. То есть в современных автомобилях все-таки ремень устроена уже такая конструкция, что он не может никаким образом помешать. Второе, пристегнуться, это, ну, занимает, ну, даже расслабим состояние секунды, ну, две секунды, да? Это вот это движение пристегнуть ремень безопасности. Даже ты уже в дороге, и автоматически ты пристегиваешься, и не останавливая машину. Совершенно верно. Третий довод, когда в пользу ремней, это все же... В основном сейчас все автомобили оборудованы подушками безопасности, но эти подушки эффективно действуют только вместе с ремнями. То есть если мы пристегнуты, то тогда подушки нам смогут сработать так, как предусмотрено им сработать. И поэтому все-таки, ну, непонятно, вот люди, которые вставляют заглушки разные вот эти же... Чтобы она не пищела. Чтобы автомобиль не предупреждал. Опять же, возвращаясь к предупреждению, да? Автопроизводитель, наверное, понимает опасность, да? И поэтому он за этот зумбер поставил, если человек не пристегнут. То есть все сводится к тому, что надо максимально повысить безопасность водителей и пассажиров, Но водители упорно с этим борются. Если говорить, например, о местах совершения ДТП, да, то есть, например, где у нас наиболее часто... Вот такие вот, да, так называемые очаги, очаги аварийности. Ну, быть может, даже не очаги, просто характерные виды ДТП, которые происходят на конкретных участках автодорог. Например, если мы разложим, вот как мы уже начали в начале передачи про федеральные дороги, региональные дороги, и еще сейчас добавим, наверное, областной центр, то очевидно, что большинство столкновений происходит, наверное, более 50% столкновений всех, даже 60%. Происходит на участках федеральных и региональных автодорог. Ну, потому что там все-таки скорости больше, и трафик больше, да. Человек теряет в НРС контроль. И вот в этом случае, в этом случае, ремни безопасности могут сыграть ключевую роль в спасении жизни и сохранении здоровья. Если говорить об областном центре, то нельзя говорить о том, что в городе можно не использовать ремни безопасности. В городе тоже нужно использовать ремни безопасности, потому что, как показывает опыт и статистика, даже при пустяшных ДТП человек, будучи непристегнутым, он получает какую-то травму. А если бы он был ремни, то он был спокойный. Ну, машину, да, разбили, неприятно, но ты бы был жив и здоров и ушел домой. Второй вид ДТП, который, естественно, в городе наиболее часто, это наезды на пешеходов. Потому что у нас пересекаются вот эти потоки пешеходов и транспорта. Ну, и, соответственно, это приводит к таким моментам. Хотя сейчас, мне кажется, вот, Павел Анатольевич, в городе сделано очень много в областной столице для безопасности пешеходов. Те же самые новые умные светофоры, пешеходные переходы, которые уже водитель может видеть издалека, да? И свет там, и видеть, и слышать. Да, вот эти, что вы сейчас наперечислили, это дополнительные средства обеспечения безопасности дорожного движения. То есть мы понимаем, что если пешехода огородить к проезжу часть, то пешеход через забор не полезет. Он пойдет там переходить, где нет забора, и где будет, естественно, пешеходный переход. Второе, вот эти светофоры, да, с выделенной фазой для пешеходов, когда все стоят, пешеходы идут, это тоже серьезно повлияло на безопасность. Еще в ходе мониторинга получены данные, что вот вызывные светофоры все-таки тоже очень хорошо влияют. Это когда нужно перейти, человеком нажимает кнопку. Когда подошли, нажали кнопку, через какое-то время включился светофор. То есть, опять же, я заостряю внимание, что через какое-то время, то есть не надо, нажав кнопку, сразу же идти, надо посмотреть все-таки, что включился сигнал светофора, разрешающий для пешеходов. Потому что все-таки существовала проблематика наездок на пешеходах, даже на пешеходных переходах. А когда при наличии светофора, то есть водитель однозначно горит, запрещая сигнал, он остановится, и пешеход спокойно перейдет дорогу. Вот вы тут сказали очень важную вещь, когда не надо сразу переходить дорогу, вы нажали кнопку, надо внимательно посмотреть, какой свет, да, горит ли разрешающийся внимание на дороге, о чем мы говорим постоянно из программ в программу. Да, это в целом касается... Вынуть наушники, снять капюшон, или если ты велосипедист, то пешим переходить дорогу. Да, это в целом касается безопасности дорожного движения, то есть внимание должно присутствовать постоянно. Ну и то есть давайте немножко про велосипедистов вспомним, да, раз уж мы заговорили тоже. Это категория участников, которые тоже появляются весной и летом. Многие велосипедисты относятся все-таки ответственно к своему, да, вот этому участию, обозначают, особенно в темное время суток, каким-то там световыми приборами, чтобы он был заметен. Опять же, опасность велосипедиста на дороге какая, то есть что он не заметен для водителей, это первое. Второе. При пересечении по пешеходному переходу, вот как вы уже начали говорить, что не спешиваются велосипедисты и переезжают по пешеходному переходу, да, казалось бы, они думают, что делают правильно. На самом деле делают неправильно, то есть есть прямой запрет. Есть вот перед тем, как сесть на велосипед, все-таки я рекомендую почитать 24-й раздел, это движение велосипедистов, и в части касается, которые запреты, которые касаются велосипедистов. Там их немного, и запомнить их несложно. И в том числе вот этот переход, пересечение проезжающихся по пешеходному переходу, спешившись. Давайте, наверное, может быть, я объясню, почему это важно для безопасности, потому что мы же понимаем, что скорость велосипедиста, да, когда он на велосипеде движется, она несоизмерима со скоростью пешехода. И вот с этой большой скоростью кто-то появляется на дороге, водитель не может вовремя среагировать просто-напросто. Именно поэтому принято такое решение. Второй немаловажный запрет для велосипедистов – это нельзя пересекать перекресток и поворачивать налево, либо разворачиваться, если на данной автороге имеется более одной полосы для движения, либо имеется трамвайные пути. Это опять говорит о том, что велосипедист не может двигаться в потоке, как все автомобилисты. Он просто из-за того, что его не заметят и произойдет какую-то неприятность. Собственно, как вы говорили, это все написано кровью, поэтому приняты такие ограничения. Это то, что касается, наверное, основное, то, что велосипедисты. Но ведь еще у нас, ну, жизнь не стоит на месте, у нас появились так называемые самокаты, да, которые тоже люди выезжают, думая, что это не относится вообще к никаким правилам дорожного движения. Да, средства индивидуальной подвижности так называемые, они, конечно, внесли коррективы, потому что вроде бы на татуар их не сильно можно отправить, потому что они скорость имеют тоже серьезную, и там могут посадить пешеходы, да. А при движении по краю и проезжей части они подвигаются такой же опасности, как и велосипедисты, а может быть даже и больше, потому что это же привод электрический, да, и скорость этого средства передвижения такая высокая. То есть, ну, в принципе, здесь те же самые ограничения действуют, да, и первое, и все-таки я настаиваю, это должно в голове у людей быть, что как себя обезопасить и других. Вы говорили, что советовали велосипедистам почитать правила дорожного движения. Я знаю, что сотрудники ГИБДД приходят и в детские сады, и в школы, и вы обучаете основам вот этой безопасности, да, что нужно читать, когда нужно читать. И что касается детей и подростков, это тоже немаловажно, потому что теплое время суток и года, скоро каникулы. Ну, как я говорил про велосипеды, уже открываем правила дорожного движения и вспоминаем 24-й раздел. Второе, все-таки, если мы говорим о несовершеннолетних велосипедистах, да, то все-таки ключевую роль играют родители. То есть, своим примером они должны показать, какое-то, быть может, даже в игровой форме там научить, перед тем, как пустить ребенка самостоятельно, можно найти закрытую площадку и с ним покататься на велосипеде. Все умеют кататься на велосипеде в основном, да. Можно там какие-то оборудовать небольшие, там, какие-то, может быть, габаритные восьмерки, там, змейку. То есть, чтобы ребенок, это кажется, что велосипедом управлять легко, а тоже есть свои тонкости, да. То есть, как вовремя и правильно затормозить, как маневрировать. То есть, это будет немаловажным. Ребенок приобретет такой опыт. Причем, на примере родителей ясно, что у него это отложится серьезно, и он будет это соблюдать. Что мы можем еще посоветовать и какие, может быть, тревоги у сотрудников ГИБДД в канун детских школьных каникул? Что можем советовать и родителям, и детям? Помимо вот этого внимания на велосипеды. Ну, в том числе, дети же у нас и как пешеходы участвуют в дорожном движении, да. И причем, как показывает статистика, чаще всего, находясь пешеходами, являясь пешеходами, дети попадают в ДТП. И являются, ну, по сути, ну, как, нельзя ребенка обвинять, но формально они виноваты. То есть они выбежали неожиданно из-за стоящего автомобиля, там, перебегали дорогу там, где это нельзя делать. Вот это очень важно, это прививать. И этот момент, это соблюдение правил дорожного движения и, в принципе, привитие навыков безопасного поведения на дороге. Естественно, это за один день сделать нельзя. То есть вот эта работа, она все-таки имеет накопительный эффект. И поэтому перед окончанием учебного года, перед наступлением каникул, все-таки в школах это надо массированную работу проводить. Родители должны подключаться к этой работе. Все же, ну, статистика, вещь такая суровая, да, и все-таки у нас детская аварийность, она возрастает именно в период длительных либо праздников, либо в периоды детских каникул. Когда дети выезжают. Да. Ну, отдыхают, не учатся, много свободного времени. Ну, и раз уж мы разговаривали о детях, наверное, еще такой момент затронут все-таки перевозка детей. Да, 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 это тоже, это из года в год, да, детские удерживающие устройства. Тем более, что сейчас многие люди поедут за город, да, в выходные и надолго. Да, у нас из года в год, вот эта вот статистика, она примерно одинаково, ничего не меняется. То есть у нас получается где-то порядка от 50 до 60% ДТП, это где дети страдают в качестве пассажиров. А здесь уже вина непосредственно самих взрослых. Естественно, да, это дети просто заложены в ситуации, это вина взрослых тут уже. И поэтому, вот как уже говорить, надо эти риски минимизировать. То есть, наверное, если вы переводите ребенка, тем более прям маленького ребенка, да, однозначно его надо царать в детское удерживающее устройство. Попытаться, наверное, избежать передвижения в темное время суток. Ну, это я сейчас как-то перешел так плавно к советам. Но здесь советы никогда не лишние. Да. Попытаться все-таки снизить скорость движения, о чем мы тоже уже говорили. То есть это когда мы садимся в автомобиль с ребенком, уровень ответственности у нас должен возникать, возрастать в разы, то есть мы должны это понимать. А почему все-таки родители игнорируют эти правила, что денег не хватает на удерживающее устройство? До какого возраста ребенка необходимо в специальное кресло сажать в автомобиле? Вы знаете, как правило, получается, у нас люди воспринимают опасную ситуацию только когда они пропустят это через себя, к сожалению, да. То есть когда это коснется, не дай бог, их самих, либо их каких-то близких друзей, там, либо родственников. Тогда они начинают это анализировать, прикладывать это к себе. А когда это говорят из эфира, там, или с каких-то голубых экранов сотрудники или другие люди, касающиеся обеспечения безопасности движения, как-то это не сильно воспринимается. Все-таки максимальное влияние оказывается, когда воздействует на эмоциональном уровне. Вот какие бы там, знаете ли, бывают, немножко страшные даже ролики показывают, да, вот с ДТП, с мест и так далее. Но это оказывает свое влияние. Это да, это отрицательный пример лучше, учит, к сожалению, лучше, чем положительный. К сожалению, да. А мало ли что, потом у нас, может быть, у русского человека в характере, как говорится, пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Давайте поговорим еще об одной проблеме. Это нетрезвое вождение. Так называемые профилактические операции, контроль трезвости. Насколько они сейчас приносят свой эффект и стало ли меньше, наконец-то, пьяных водителей? В том году, если брать 2020 год, вернуться немножко к 2020 году, у нас вот серьезная была проблематика с аварийностью, с участием нетрезвых водителей. Естественно, меры были приняты соответствующие, но как бы нам, что называется, немножко не хватило времени, чтобы выровнять ситуацию. То есть к концу года мы эту ситуацию начали выравнивать, к концу 2020 года, скажем так. В 2021 году нам удалось это стабилизировать и перевести, скажем так, в позитивную плоскость. То есть у нас сейчас аварийность с участием нетрезвых водителей снизилась просто в разы. Причем, что число ДТП, что количество посараживших в них людей. Приятно об этом слушать. Сколько ли мы перестали? Ну, это не будем загадывать, что называется. Ну, да. Но это просто результат такой очень массированной работы и по одному направлению. Но у нас же, понимаете, у нас разносторонняя деятельность, да, мы не можем уделять максимум, прямо только пьяным водителям внимания. То есть тут много всего, как мы уже говорили, и дети, и дороги, и так далее, да. Но, тем не менее, эту ситуацию мы переломили. Но в то же время постоянно выявляются водители в состоянии алкогольного опьянения. То есть, например, если говорить о майских праздниках, да, вот прошедших, у нас более 250 водителей было выявлено за эти дни. Ну, это праздники, да, как говорится, ну, что, праздники, наверное, дают плеск. Это нисколько не оправдывает, да. Естественно, они, вероятно, дают плеск. Но это просто говорит о том, что люди, ну, не понимают, опять же, опасности. И опять же, возвращаясь к ДТП, само вот это алкогольное опьянение, оно же не является причиной ДТП в большинстве случаев. Это как сопутствующая причина, как мы говорили про ремни безопасности, да. То есть человек, он попал в ДТП не потому, что он был пьян, а потому, что он, например, не заметил сигнал светофора, превысил скорость по каким-то там другим причинам. Но, тем не менее, это все произошло потому, что он был в состоянии алкогольного опьянения. А если бы он был трезвый, он бы заметил и не превысил. Да, вот. Поэтому надо это понимать. Давайте еще раз напомним ответственность и относительно профилактических операций контроль трезвости. Это, конечно, отнимает очень много сил, но они будут продолжаться на территории региона. Ответственность за управление в состоянии опьянения у нас сейчас лишение права управления до двух лет, а штраф 30 тысяч рублей за. Причем, если это происходит повторно, то уже наступает уголовная ответственность. Причем, ну, не скажу, что он там сильно жестко, это ответственность, но, тем не менее, это уголовная ответственность. Это у вас уже клеймо на всю жизнь получается. Этого делать не нужно. Что касаемо профилактических операций, которые проводятся, они проводятся в таком формате, что ни один водитель не проедет ни бы инспектора. Останавливается каждый автомобиль, и каждый автомобиль проверяется. Поэтому надеяться, что у меня сегодня повезет, не приходится. У нас передача подходит к концу. Если подытожить, все-таки на что больше в летнее время года стоит, и в теплое время года стоит обращать внимание, и практические рекомендации для и водителей, и пешеходов, и родителей, и детей. Ну, как я уже говорил, все-таки теплое время года у нас не сильно протяженное, да, и оно людей какой-то позитив к ним приносит, да, и поэтому у людей какой-то эмоциональный подъем. Но все же надо этот эмоциональный подъем использовать в хорошем русле, да, а не гнать автомобиль с большой скоростью, это первое, да. То есть автомобиль надо идти с той скоростью, на которой вы можете им управлять. То есть такая фраза есть. Второе. Перевозки детей. Надо снижать максимальный риск, как я уже говорил. Ограничить перевозку в темное время суток, снизить скорость при перевозках детей. Мототехника-велосипедисты. То есть водители должны быть максимально внимательны, чтобы понимать, что появились новые участники движения летом. А сами мотоциклисты и велосипедисты все-таки должны максимально себя обозначить и при этом соблюдать правила дорожного движения. Это касается, в общем-то, и всех участников дорожного движения. Ну и детям, и родителям, вообще всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными, да, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Павел Анатольевич Власов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Мы продолжаем совместно с сотрудниками ГИБДД цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Спасибо. Будьте здоровы. До свидания.